Подробнее о том, как Европа ограждается от России, обсудим с нашим гостем, эстонский политолог Петер Тайм на связи со студией Freedom. Приветствую вас в эфире. Добрый вечер. А если говорить о том, насколько токсична сейчас Российская Федерация в Европе, можно ли какое-то сейчас создать об этом впечатление? И я так понимаю, что во многом это в том числе и зависит от физической близости российской границы к стране. Да, токсично. Даже как-то странно слышать от ведущего украинского канала такое слово. Вас убивают. Вашу страну уничтожает эта страна. Даже не токсично, она просто нереально опасна. И тем более, что лидер этой страны не проходит и дня, как он не угрожает и другим странам. Также это делают каждый день с утра до вечера по 24 часа круглосуточно все государственные телеканалы, из которых льется помой информационный, только на тему того, как будет уничтожена Америка, Европа, все остальные страны. То есть угрозы идут же с утра до вечера. И я хотел такую интересную вещь отметить, поделиться с вами. Я смотрел сейчас этот ваш сюжет и знаете, что я для себя обнаружил? Что если последние 30 лет Эстония, Латвия, Литва были такими, знаете, своеобразными лидерами в русофобии, то теперь Финляндия полностью обгоняет нас. То есть так русофобят финны, что это вообще мамочка не горюй. То есть мы даже отстаем от них уже. Но это шутка. Дело в том, что в конце концов я с одной стороны очень огорчен, а с другой стороны рад, что хотя бы на пороге уже начала третьего года войны против вашей страны начинают все-таки европейские страны понимать, с кем мы имеем дело в лице нашего восточного соседа. Так что все эти шаги, что делаются сейчас для ограничения всяких контактов, вообще соприкосновения с Россией, это только на пользу нам всем. В глубине Европейского Союза, страны, которые подальше, так скажем, от границы находятся, каких там сейчас взглядов, насколько там тоже готовы принять и понять вот ту опасность, которую может нести и Российская Федерация, в том числе и для стран Европейского Союза, стран НАТО? Вы знаете, я думаю, что все-таки результаты приносит именно наша работа, то есть работа дипломатов, членов наших правительств, я имею в виду сейчас Эстонию, Латву и Литву, да и теперь финны к нам присоединились, они тоже очень четко осознают всю эту опасность, весь этот ужас, что творится за восточной границей. И в конце концов, как я уже сказал, на третий год полномасштабной войны доходит вся эта информация и понимание этой опасности уже и до, как вы назвали, стран Европейского Союза в глубине Европейского Союза. Хотя я хочу все-таки отметить, несмотря ни на что, эта опасность может там где-то в Германии, где-то в Дании, даже я не знаю, может в Голландии она еще более большая, чем у нас, потому что, как ни странно, если у нас в Эстонии, в Латвии, в Литве очень большая диаспора русскоязычная, то есть которая переехала сюда в советское время, то Западная Европа, она же заполнена так называемыми свежими русскими, которые недавно переехали, и уже очень много информации доходит от того, что очень много засланных, очень много агентов, очень много проплаченных, то есть реально опасность существует во всех этих странах. Давайте хотя бы возьмем это самое злополучное движение или партию «Альтернатива Германии». Это же русская партия, российская партия, хотя и говорит, некоторые ее члены разговаривают и хорошо на немецком языке. Так что я очень рад тому, что в Старую Европу приходит понимание, каким злом мы дело имеем в лице Российской Федерации. Уже упомянули, кстати, вот эти все моменты, в которых Российская Федерация, прекрасно понимая, как сейчас может объединяться Европа против них, как-то все-таки какой-то противовес создавать этому всему. Про российское лобби, насколько оно сильно сейчас и в Европе, и вот это объединение, напомню, что начало года как раз ознаменовалось с визита президента Украины Владимира Зеленского, в том числе и в страны Балтии, с такой поддержки, заявления о поддержке Украины, за что мы вам благодарны. Вот насколько сейчас вот эти противовесы могут сработать? Противовесы, смотрите, опять-таки мы очень много занимаемся здесь внутри, в своих странах, например, такие люди, как я, политики многие, именно разъяснительной работой. Мы разъясняем нашим партнерам в свободном мире о том, что на самом деле нас может ожидать, если мы не будем огораживаться, принимать меры. И что особенно сейчас для меня, например, это очень большая помощь в том, что я могу сейчас наглядно объяснять людям, своим визавит, партнерам, с кем мы обсуждаем разные темы политические, особенно сейчас насчет войны, я могу говорить о том, что смотрите, ребята, вы сейчас в курсе о коммунальном коллапсе, который произошел в России. То есть лопаются трубы, взрываются теплотрассы, отключается электроэнергия в российских городах по тысячам, то есть по сотням тысяч людей сидят без коммунальных услуг. А за чего? Потому что все эти деньги, которые должны были быть инвестированы нормально, как в нормальных странах, в своих людей, эти деньги все вывезены, вывезены на Запад, в свободный мир для подкупа, начиная от высших политиков, заканчивая доцентами, профессорами разных университетов. Вот он результат здесь. Огромнейшие деньги вбуханы просто для подкупа, для одурманивания людей в свободном мире. Мы видим, что продолжается, кстати говоря, эта работа. Но с другой стороны, вот эти все инициативы, которые сейчас в Финляндии, в странах Балтии внедряются в жизнь, как отказ от российских школ, как вот эти пересмотры взаимоотношений законодательных с владельцами недвижимости, с российским гражданством. Достаточно ли эти инициативы сейчас, или планируется какое-то усиление? Я бы сказал так. Дело в том, что эта проблема с русской школой, она существует все это время. Я сейчас могу только за Эстонию сказать. Я не хочу переносить эту тему в Латвию или в Лиду, потому что я знаю, в Латвии уже 5-6 лет назад очень сильно взялись за реформу образования, чтобы перевести все образование на латвийский язык, на латышский язык. У нас взялись, я уже повторяю, все эти 32 года независимости Эстонии, что мы взялись за это дело очень поздно. И, естественно, сейчас трудно, тем более это не только политический вопрос, это экономический вопрос тоже. Нам неоткуда взять новых, 5 тысяч новых учителей, которые начали бы обучать в русских школах на эстонском языке. Нам даже сейчас, которые преподают на эстонском языке, эстонские учителя, им даже зарплату не платят так, какую они хотят получать. Не зря у нас 22 января забастовка учителей будет. То есть это очень больной и очень серьезный вопрос. Просто вы должны понять, что война стала триггером более серьезно заняться этим вопросом, в том числе и в Финляндии. Потому что, опять-таки, я могу сказать, поскольку я очень много общаюсь со своими финскими коллегами, и, скажем так, финны всегда были очень, назовем так, политически корректны в отношении всего, что касалось России. Они очень были мягкие, не хотели идти никогда в этих темах на конфронтацию, но всегда проходила эта тема, что слишком много приезжает в Финляндию россиян, слишком много русских, имеются в виду не туристы и не те, которые приезжают за покупками, а именно те люди, которые внедряются в Финляндию, остаются здесь жить, покупают недвижимость. И еще второй очень важный момент. В Эстонии, может, это не так сильно видно или работает, а в Финляндии, да и в многих других западных странах, россияне. Вот как раз в этом введении, в репортаже было сказано, что очень много покупают россияне недвижимость. Эту недвижимость не покупают же обыкновенные россияне, ни заводчане, ни обыкновенные рабочие шоферы автобусов. Это же все именно члены этой бандитской группировки, которая захватила власть в России. То есть очень влиятельные люди, наворовавшие денег в России, от своего же российского народа переводят эти деньги все на Запад не для того, чтобы этими деньгами наслаждаться, но в дополнение наслаждения этими деньгами внедряться туда и вредить постоянно что-то, вредить как-то, нарушать, то есть создавать какой-то хаос в западных странах. Угрозы, мы видим, они все еще достаточно сильны. Кстати, опять же, если о Финляндии говорить, то страна поменяла статус, которым она была десятилетиями, нейтральной фактически из этого полномасштабного вторжения в Украину, а сейчас готова пересмотреть законодательство, чтобы усилить защиту границ с Россией. Сообщает об этом премьер-министр Финляндии Петери Орпа. Он добавил, что на прошлой неделе восточную границу страны незаконно пересекли 20 человек. Орпа отметил, что ситуация обострилась. По его словам, правительство готово к тому, что Россия продолжит попытки влиять на ситуацию, в связи с чем Финляндия при необходимости будет принимать дополнительные меры для безопасности своих границ. Слышим прямую речь, вернемся к обсуждению. Сейчас граница закрыта, но незаконные пересечения продолжаются. Правительство будет гарантировать безопасность границы при любых обстоятельствах. Мы будем использовать все средства, которые существуют в рамках закона, но мы также готовы пересмотреть действующее законодательство. Петери Орпа, премьер-министр Финляндии во время заседания Совета партийных делегатов Коалиционной партии в Хельсинки. Вижу, что все-таки создается сейчас такая угроза вот этих гибридных атак, которыми могут подвергаться как границы Финляндии, так и границы стран Балтии. Насколько вы сейчас оцениваете эту угрозу и как объединение сейчас вокруг помощи Украины может, возможно, эти гибридные угрозы нейтрализовать? Прежде чем ответить на этот вопрос ваш, я хотел просто отметить, я не помню, по-моему, в вашем эфире я это уже говорил пару месяцев назад, но еще повторюсь. Все эти люди, которые владеют хорошо русским языком, знают же, что очень много существует на русском языке шуток про медленных тормознутых эстонцев. Так вот, а рядом с этими шутками есть еще одна шутка. На самом деле финны еще хуже, они еще медленнее, они еще тормознутые. Ты говоришь, представляете, эти самые тормознутые медленные финны в конце концов проснулись. Они зашевелились, они поняли, что надо делать и что им угрожает. И представляете, для этого надо было реально, ну, я по-другому не могу назвать, вы сказали, опять-таки, корректно, гибридной атакой, но я это называю реальной угрозой, реальной атакой. То есть если все-таки на тебя идут с велосипедами, неважно, может еще с чем-то, просто масса каких-то непонятных людей, абсолютно не, скажем так, не славянской внешности, то понятно, это же была, это реальная атака на суверенитет, на территориальную целостность Финляндии. И я очень рад, что они в конце концов поняли, какая это угроза. Мы-то об этом уже знаем. Стенку мы начали строить уже после 2007 года. И что еще важно, даже наши ребята так называемые, то есть у нас в Эстонии уже проснулись, еще больше зашевелились, у нас даже уже появилась инициатива, говорят некоторые военные, о том, что нам бы уже пора не заморачиваться какой-то постройкой стенки или какого-то ограждения между Эстонией и Россией, а вообще надо минные поля создавать на границе. То есть вот до чего уже дела дошли? Потому что нам идут каждый день угрозы. Каждый день мы читаем о том, где где-то в каких-то кремлевских кабинетах идет серьезное обсуждение, что страны Балтии и Финляндии будут следующими жертвами агрессии. Потому что мы же знаем четко, все люди, которые, ну я один из них, который изучает этот феномен вот этого, как его, Путина, Путина, да, бункерного деда, этот феномен я изучаю уже 24 года. И все время, для меня это все время известно, что самое большое искушение для Путина это, он не может никак, у него руки чешутся, попробовать испытать пятую статью НАТО. Что если зайдут танки, российские танки в город Нарва в Эстонии, будет ли Америка и Англия и другие члены НАТО защищать этот город? Есть понимание внутри НАТО такой опасности Европейского Союза? Вы знаете, если я сейчас вам скажу, что да, я совру. Я не уверен, потому что сигналы, которые идут из НАТО, так сказать, кабинетов и вот то, что на публику слышно, я не ощущаю полный стопроцентный, стопроцентного ощущения этой опасности. Но риторика изменилась, то есть то, что говорили лидеры, то есть, извиняюсь, ведущие чиновники НАТО два года назад, и что они сейчас говорят, понятное дело, эта риторика разнится. Я думаю, что опять-таки НАТО тоже просыпается. Да, я помню начало полномасштабного вторжения, некоторая такая была растеряна, сейчас уже больше конкретики, мы видим о том, что и контингент немецкий также пытаются сейчас разместить на территории стран Балтии, проходят учения, ну то есть так или иначе, но реальность такой угрозы, она, к сожалению, остается. Петер, большое вам спасибо за то, что к нам присоединились и большое спасибо за поддержку Украины. Напомню, Петер Тайм, эстонский политолог, присоединился к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова